Все эти QR-коды, платы, все то, чем нам забивали голову два года, локдауны и прочая хрень полная чушь. Нам всем придется переболеть. Нам всем 146 миллионам, кроме, конечно, президента Путина. Кто-то должен был поставить нас всех на место, всю нашу власть, включая академиков, создателей, вирусовок Чумаков. Никто-нибудь Чумаков, который создавал Кривак Корону, то есть известный человек с именем и фактически государственной служащей. В эфире Радио России, вот тут важно, где прозвучали те слова, которых мы так ждали. Я даже не знаю, мы ждали с гордостью говорить. Мы прогнозировали, что все это, все эти QR-коды, платы, все то, чем нам забивали голову два года, локдауны и прочая хрень полная чушь. Но кто-то же должен был, в конце концов, выйти на государственные радио или телеканал и сказать то, что сказал вирусовок Чумаков сегодня о новом омикронштамме. Цитата. Нам всем придется переболеть. Нам всем, 146 миллионам, кроме, конечно, президента Путина. Когда-то у нас был материал два года назад, назывался он, напомню, переболеют все, кроме Путина. Вирусовок Чумаков сказал сегодня то, что мы предполагали почти в шутку. Мы с вами, мои уважаемые зрители, два года назад в эфире официального канала Караулова. Нам всем придется переболеть, вот сейчас. Знаем то мы или не знаем, многие переболеют, даже не подозревая этого, но уже дальше. У кого какая болезнь, а кто-то умрет, как сегодня в Японии, зафиксирована первая смерть для Японии, это омикрон. Япония берегла себя до последнего, границы закрыты, все-таки омикрон появился и начинает разрастаться. Ну и у нас он разрастается так, как мы сейчас скажем, но каково. После всех пресс-конференций президента, брифингов, совещаний, заверений, что еще немного и вот еще чуть-чуть, и все у нас не так плохо, Валентина Ивановна как пела Матвиенко. Это же отдельную можно брошюру издать. Матвиенко о короне. Вдруг появляется человек, вирусолог с именем из лучших вирусологов страны, нам всем. Спустя, так сказать, два года удачной борьбы придется переборить. Так сказано. Никто его не осадил. Никто, правда, не комментирует. Я думал, сегодня каналы взорвутся, там всякие Малаховы будут чем-то такое, значит, нам объяснять, что может либо он пошутил, либо покурил, либо пьяный был, либо это правда, давайте приготовимся, товарищи. В России все-таки начали находить новый штамм. Количество заболеваний ковидом за последние пять дней выросло почти на 10 тысяч. Скорее всего, вирус, который не смогли вовремя отследить российские власти из-за долгого отсутствия соответствующей тест-системы, начал свое победоносное шествие по стране. А ведь еще в декабре все писали, что в столице явно наблюдается первая вспышка, которую власти тогда списали на грипп. При этом реальных и точных данных по распространению болезни у мэрии нет до сих пор, что отлично видно по расхождениям данных, которые озвучивают Собянин и Голикова. И вот пока обычные люди умирают, они почему-то живут и грабят. И вот циферка об избыточной смертности, которую не Левада-центр какой-нибудь иноагент хочу напомнить, нет, которую наши министры Минсоцразвития на минуточку нарисовали на своем официальном сайте. К 2024 году плюс к тому, что мы имеем я смертность, включая избыточную смертность, надо прибавить, как считают наши министры, еще миллион семьсот тысяч смертей. Миллион семьсот тысяч смертей. Миллион тысяч. Миллион семьсот тысяч, это вот у нас сто сорок шесть миллионов, простая арифметика, но вот перед тобой стоит шеренга, очень миллион семьсот, ну допустим, 72 человека, один из них умрет конкретно от этой беды сегодняшней. Сверх тех других смертей, которые будут инфаркты, инсульт, корица плановая смерть, когда природа планирует, я прошу прощения за такие слова. Это посчитали наш министр, это после пресс-конференции Путина, о наших успехах, о борьбе, что у нас в больнице все замечательно и обращаетесь к нам. Ни слова о том, что санитарок, четыреста с лишним тысяч мы сократили по всей стране, мы готовились к нашествию. Вот к этой фразе Чумакова, а нам всем теперь придется переболеть. Человек сказал то, во что он верит, и я так понимаю, ему вирусологу виднее, чем многим из нас. Кто-то будет орать, не пугайте, мы пуганы, не надо истерить. Мы все переболеют. Есть у нас такие места глухие, куда он не доберется. Если, конечно, жители не будут две недели, в соседние деревни есть, или в городские центры, или еще куда-то, есть шансы. У нас слишком большая территория. У нас не такая скученность, как в Японии. Кстати, из-за тех мер, которые японцы принимали, у них на островах гораздо меньше, чем у нас уже сегодня этого самого штаба. Но каково? После всех заверений, еще немного, еще чуть-чуть, выйдем на плату, победим, коллективный иммунитет, про QR-коды, все. А им бессмысленно, они никому не нужны, эти QR-коды. Пока спорили, жизнь их сожгла в топке. История. Это даже Толстой понял. Смерон, мы еще позавчера спорили. Принимать что-то, не принимать. Ну, молодцы, нашли, так сказать, время. Отстали месяца на два. Потому что мы оказались правами. Самый логичный вопрос после таких заявлений чиновников, понимают ли они сами, что им предлагается озвучить? И понимает ли хоть кто-нибудь, что в реальности происходит в России заболеваемостью? Но если все так пойдет, уже к ночи усилиями российских чиновников мы сможем догнать и перегнать мировые показатели посмертности. Федеральные и московские власти побоялись испортить новогодние праздники россиянам, пустив вспышку нового штамма на самотек. Хотя какая разница? Виноватыми все равно сделают простых россиян и наштопают еще пачку ограничивающих законов. В России все-таки начали находить новый штамм. Количество заболеваний ковидом за последние пять дней выросло почти на 10 тысяч. Скорее всего, вирус, который не смогли вовремя отследить российские власти из-за долгого отсутствия соответствующей тест-системы, начал свое победоносное шествие по стране. А ведь еще в декабре все писали, что в столице явно наблюдается первая вспышка, которую власти тогда списали на гриб. При этом реальных и точных данных по распространению болезни у мэрии нет до сих пор, что отлично видно по расхождениям данных, которые озвучивают Собянин и Голикова. И вот пока обычные люди умирают, они почему-то живут и грабят.